Куда я пропал и чем я занят? Последние дни я, как обещал, вычитывал произведения мастера Маргариты и проводил анализ центральных персонажей мастера Маргариты. Ну, разумеется, я на Воланда смотрел. И я не скажу, что мои исследования зашли слишком далеко, они дошли до момента, который нуждается в глубоком переосмыслении. Так, скажем, внутренние устройства произведения, особенно то, что касается двух главных героев мастера и Маргариты, мне показалось весьма дискуссионным. Я вот так вот общими словами об этом скажу. Я записал на эту тему получасовой ролик, который сейчас доступен на Бусти по подписке. Буду ли я дальше заниматься разбором этого произведения, зависит от того, какие выводы я смогу сделать в ближайшее время из найденного мною материала. По крайней мере, сейчас мне нужно время на размышления над этим вопросом. Помимо этого, на Бусти появилась лекция, которую я читал в гимназии РРТ. Это последняя лекция по Гамлету, где очень удачно я в течение всей лекции иллюстрировал то, что я рассказываю из фильма Кеннета Бранна 1996 года «Гамлет». Кто-то скажет, что лекция по Гамлету, она появлялась уже неоднократно на моих ресурсах. Слушайте, как говорят мои друзья, которые бывают у меня на одних и тех же лекциях, что они не повторяются. То есть у меня нет какой-то конвы, по которой я иду каждый раз, потому что сегодня я использую такие примеры, завтра не использую ничего, а в этот раз привожу в пример другой фильм и даю другие перекрестные какие-то отсылки. Поэтому моя аргументация, она от лекции к лекции изменяется, и по сути дела я каждый раз рассказываю о каких-то новых аспектах, поэтому почти что трехчасовая лекция по Гамлету также появилась на Бусти. Сейчас в предварительном разборе мастера Маргариты я поставлю точку. Я же еще сейчас готовлюсь к поездке в Москву, которая будет 27, 28, 29 ноября 2003 года. Билеты есть у меня на сайте ивандиденко.ком, там еще их есть некоторое количество, по ссылке под роликом можно в Москве ко мне прийти послушать меня вживую. Лекций будет три. Первая по умолчанию ягнят из цикла режиссура для начинающих, на мой взгляд, самая сильная лекция сейчас из моего репертуара. Вторая лекция по фильму Барби. И слушайте, лекция по Барби, конечно же, специфическая. Это такая остро-социальная история про враждебный нам кинематограф. Я показываю, как вскрыть те смыслы, которые нам транслируют наши зарубежные партнеры. Я думаю, что я смогу туда добавить также размышления о фильме «Опенгеймер». Даже, возможно, успею приготовить какой-то материал. То есть я буду стараться в рамках лекции про Барби говорить в целом о том, как враждебный кинематограф воздействует на нас. Мы, наверное, коснемся и списка Шиндлера в рамках этой лекции, и «Опенгеймера», и, разумеется, Барби как блестящий пример того, как через прекрасную обертку и прекрасную конфетку нам подсовывают совершенно иной смысл. И который заходит на ура, к большому моему сожалению. И третья лекция будет по методике драматического разбора. Это будет совместная с аудиторией работа по вскрытию нескольких кейсов. Это будет и «Ворона и лисица», это будут примеры из фильмов, это будут такие небольшие фрагменты, которые мы будем анализировать, именно пытаясь понять методику, как это делается. Мы будем тренироваться вместе, своеобразный мастер-класс по методике разбора, которую я с успехом применяю уже вот это количество, энное количество лет. Почему нам не привести в пример какие-то сцены из того же Шекспира и попробовать вскрыть их публично и вместе с вами? Давайте поучаствуем в совместном творчестве. Предлагаю поучаствовать в совместном творчестве. Это будет третья лекция в Москве. Поэтому, если кому-то интересно, ссылка будет в описании этого ролика. Сейчас я беру паузу в работе над мастером Маргаритой. И, наверное, в ближайшее время я сосредоточу на двух задачах. Если какое-то появится интересное кино, я о нем обязательно расскажу. Наверное, сделаю в следующую пятницу какую-то встречу здесь, в студии. Я еще не нашел тему. Если найду тему интересную, я сделаю здесь встречу. А я хочу заняться, у меня есть давняя идея. Я пишу сценарий по спектаклю о Шекспире, точнее о Гамлете. Это не конкретно постановка Гамлета. Это не по мотивам. Тоже плохое слово. Я называю для себя этот спектакль «Гамлет в порядке убывания». Вот есть персонажи, которые умерли в Гамлете. Первый у нас умирает кто? Правильно, Полоний. Вот первый появляется Полоний и рассказывает свою историю. Кто он, что он, почему он умер, чего он хотел, какие взаимоотношения с королевой, с Афелией, с Гамлетом, зачем он посылал письма во Францию. То есть вся вот эта история мы смотрим с точки зрения убитого персонажа и узнаем такие подробности, о которых я знаю в произведении, но которые обычно зритель пропускает мимо себя. А здесь мы смотрим на жизнь Полония с другой стороны, лучше понимая произведение Гамлет. Там же будет Офелия, там же будет Розенкранс, Гильденстерн, Королева, Клавдий. А вот будет Гамлет или нет, как последний погибший в произведении, об этом я вам не скажу. Я еще сам не решил, как это правильно сделать. Но этот материал я на 50% уже написал, и моя задача дописать еще двух или трех персонажей до того момента, когда я смогу этот материал предложить для постановки в театр. Вот это та работа, которую я хочу сделать. Мне очень хочется от работы языком здесь в студии, которая прекрасна, перейти к тому, что я умею еще лучше. Это работе с актерами и постановки актерских задач, обстоятельств, целей. Потому что мы это уже опробовали, в частности в Твери, когда мне удалось порепетировать с актерами после премьеры и посмотреть после этого второй спектакль. Разница была? Наверное, такая, которую вы не сможете себе нафантазировать. Когда одна репетиция сдвинула второй акт спектакля кардинальным образом в ситуацию того, что это был вообще другой спектакль. Поэтому мне хочется перейти к практической работе с актерами, для того, чтобы вы смогли те истории, которые я анализирую и обнаруживаю, слушать не только в моем пересказе, но еще и в художественном пространстве, смотреть уже на живых актерах, которые в рамках этих обстоятельств и сюжетов существуют. Это шаг, который нужно сделать, который напрашивается. Именно для этого я сейчас пишу вот этот вот сценарий по Гамлету в порядке убывания. Все, я никуда не пропадаю, не исчезаю. Я работаю, готовлюсь к лекциям и пишу материал по Гамлету. Если будет интересный фильм, обязательно сделаю лекцию у себя в студии и запись выложу на Бусте. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok